Министерство финансов совместно с Банком России разработали проект изменений в закон об осаде. Главным изменением считается, что компенсация страхового случая в натуральной форме. Это значит, что автолюбитель в случае ДТП будет получать не деньги, а страховая компания будет оплачивать ремонт в мастерской. Как к этим изменениям относятся автолюбители, спросим у председателя областного отделения Российского общества автомобилистов и члена общественной палаты Николая Живца. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро, Николай Иванович. Давайте нашим зрителям разъясним, в чем главная новация данного закона. Здесь подряд получились два изменения. Сначала было в сентябре, это опубликован проект изменений в ОСАГО, как раз то, о чем вы говорите, где преимущественное право компенсации вреда в натуральной форме. Это значит, что, но опять же не для всех, это значит, что граждане, владельцы личных автомобилей легковых, не будут получать деньги в живом виде. А страховая компания будет организовывать ремонт, ну и приводить автомобиль, скажем так, в соответствии тому состоянию, которое было до аварии, то есть до ущерба. Ну а почему так происходит? Почему Минфин решил перейти на натуральную форму? На ту хозяйство, грубо говоря. Деньги все равно же нужно будет платить? Кто пролоббировал это? Страховые компании? На прямой линии с президентом, это апрель 2016 года, Путину задали вопросы, что интересно, вопрос этот звучал от представителя нас, автомобилистов, а как раз о том, что вот почему бы не сделать вот так. Ну и Владимир Владимирович поручил разработать механизм, по которому можно было бы приоритетно в натуральной форме оказывать, ну скажем так, возмещать вред. Но все это перевернулось за эти месяцы и ни о каком приоритете речи не идет, а просто проект предусматривает, не предусматривает какого-то выбора. Ну за редким исключением тогда, когда страховые суммы выше, ну вернее ущерб выше, чем предусмотрено законом Аббасага, в других некоторых случаях, но в основном это только натуральное выражение. Какова причина? Страховые компании считают, что их, скажем так, экономическая несостоятельность, то есть они плачут, что вот у них убытки везде. Бегут. Да, якобы, что это вот, уже даже назвали черные, у нас были черные риэлторы, сейчас у нас есть черные юристы, которые свои деньги получили. С честной деятельностью, да. Они завышают вот эти вот выплаты и не получается у страховых компаний с ними бороться по-другому, как только исключить вот в этой цепочке, то есть пострадавшей страховая компания, деньги. Николай Иванович, то есть получается никаких плюсов, одни минусы практически для автомобилистов? К сожалению, да. Несмотря на то, что вот еще же второй сейчас есть пакет, то есть вот в первом случае, когда, ну скажем так, самое важное было, это возмещение в натуральной форме, там был маленький плюсик, в этом случае нет, не учитывается коэффициент износа, то есть человек отдает машину и получает ее обратно, на нее ставят новые запчасти, ну какие запчасти, это уже другой разговор, но принцип-то такой, то есть чуть-чуть... Капельку в ту бочку меда, да, они ложку, вернее, в ту бочку меда добавили. Так вот, и решили таким образом бороться с этими вот мошенниками. Хотя я не понимаю, почему не идут другим путем. Мошенники-то, они, ну, условно их можно назвать, то есть это юристы, которые используют каждую лазейку, да. Иногда, конечно, это действительно мошеннические схемы, когда посылают, то есть страховщик должен организовать осмотр транспортного средства, есть схемы, по которым не получается, то есть страховая компания априори не может выполнить те обязательства, по которым, и действительно, это схемы мошеннические. Но в основном, конечно, они используют юристы, именно не расторопность страховых компаний, не обязательность, потому что мы все знаем, что за 10 лет лучше-то не стало. Почему вообще появились эти юристы? Да потому что страховые компании не хотели исполнять закон. Хотят работать. И вполне правильно, то есть нашли силы, которые противопоставили себя. Сейчас их очень много, они очень грамотные. И то, что исключат деньги вот на этом этапе, потом... А юристы придумывают. То есть будут другие виды мошенничества, вы предполагаете. И эта схема, когда ее усложняешь, у нее снижается надежность, это независимо, хоть механика, хоть электрика. И здесь, наоборот, еще поле-то еще шире для всяких вот этих вот схем, не только юридических, но в том числе и страховых. Подключается еще одна сторона, это автосервисы, с которыми и так непросто. А здесь еще будет непонятно, прописана ответственность страховых компаний за ремонт, за организацию ремонта, за качество. А ответственность автосервиса не прописана, да? Нет, ответственность у них прописана между страховой и сервисом. Своё соглашение. И поэтому вот здесь еще больше, то есть появятся схемы по обналичиванию денег, по отмыванию денег. Ну, все, ясно. Хотели как лучше, получилось как всегда, одним словом. К сожалению. Николай Иванович, ну давайте вот нашим зрителям объясним, вот какие все-таки подводные камни вот в этом якобы идеальном законе, да, какие подводные камни для автомобилиста простого. На что мы можем нахватить? Все, что делают страховые компании, делается на наши деньги. Закон ОСАГО, да, ОБОСАГО, то есть там преамбулы, это защита прав на возмещение вреда. В принципах в основных это то же самое, гарантия возмещения вреда и обязательно всеобщность страхования. То есть один из принципов, это чтобы все были застрахованы, то есть откуда берутся деньги. Мы все страхуем ответственность и за счет этого пострадавшим компенсируется. И в связи с тем, что вот эти вот все нововведения, они однозначно приведут опять к увеличению стоимости полиса. Потому что просто, чтобы автомобиль принять даже у сервиса, у того же, нужен, во-первых, специалист страховой компании. Ну и я так понимаю, что простой человек наверняка будет привлекать каких-то еще, потому что, ну невозможно, слишком много должен знать пострадавший, чтобы вот успешно в этой цепочке пройти. И поэтому, к сожалению, все это ведет к увеличению стоимости полиса. Но, друзья, будем надеяться, все будет хорошо. Ну а об изменениях в законе об ОСАГО мы поговорили с председателем областного отделения Российского общества автомобилистов Николаем Живцом. Ну а далее у нас краткий выпуск новостей.